Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и, продолжая разговор о послании Галата, мы обратимся сейчас к третьей главе. В третьей главе апостол Павел напрямую упрекает своих адресатов христиан Галатии, говоря о несмысленной Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине. И вот он говорит о том, что у вас была возможность увидеть Христа как бы у вас распятого. Трудно сказать все-таки, что историческое скрывается за этими словами Павла. Некоторые говорят, что речь идет о его собственных страданиях, их таких большинство. Другие полагают, что речь идет о некоем неузнанном историческом событии, о каком-то факте, о котором и Павел, и его читатели знают, а мы не знаем. Может быть, но важно, что вот он говорит о том, что у вас была возможность видеть Христа перед глазами, как бы у вас распятого. И почему же вы так легко отказываетесь от этого, от того откровения, которое вам дано? Я только спрашиваю вас, пишет Павел во втором стихе, вот вы Духа получили, вот вы его действительно получили. Они, как и любая христианская община, в любые времена, конечно, обладают этим даром Духа Святого, который говорит в человеческих сердцах. Вот вы его получили. Почему? Потому что вы все дела законно исполнили или потому что вас научили верить? И это действительно хороший критерий, отлично работающий. Когда Павел пришел в эти места, где впоследствии в вас возникли общины галактических христиан, он не учил их делам закона, он наставлял их и учил доверять Христу, распятому за каждого человека. И вот таким образом они получили этот дар Духа Святого, подающий вам Духа и совершающий чудеса. Разве через дела закона это производят или через наставление в вере? Значит, апостол Павел предлагает увидеть эту большую разницу между поучениями, как надо поступать, делай так и так, так и так, или научением в вере. Это для него, по крайней мере, в данный момент его жизни, очень важная и серьезная вещь. И вот он говорит о наставлении в вере, которое делает человека способным принимать Духа Святого. И больше того, вспоминая ветхозаветный контекст, апостол сравнивает Авраама, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Праведность – это продолжение того, что об оправдании апостол говорил в предыдущей главе. Оправданием тем, что вменяется в праведность, засчитывается за праведность, когда даже этой праведности и нету, вменяется в праведность именно доверие, именно доверие Богу. И вот поэтому апостол говорит, верующие благословляются с верным Авраамом. И, соответственно, в несколько аллегорической манере, он потом скажет в этом же послании о том, что вот здесь есть иносказание, в несколько аллегорической манере, заимствованной апостолом, скорее всего, от его фрисейских учителей, вот он предлагает видеть некоторые символы, говорить о том, что Писание, сказав Аврааму «благословятся в тебе все народы», таким образом провидело, что Бог верой оправдает язычников. Вот такой способ думать, способ относиться к текстам Священного Писания, он был довольно характерен для фарисейских раввинов первого столетия, в том числе и для апостола Павла. Сейчас он может нам не всегда казаться органичным, но, тем не менее, тоже это надо понимать, иметь в виду. Вот такие аллегории для самого Павла дают возможность увидеть что-то с новой точки зрения, что-то происходящее, что вот потому благословятся в Аврааме все народы, что Бог будет оправдывать язычников не законом, которого они все равно не соблюдают, а именно верой, именно доверием, таким же, как у Авраама. И вот, продолжая этот разговор, апостол говорит, все утверждающие себя, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвы, потому что проклят всякий, кто не исполняет всего, что написано в книге закона. Таким образом, апостол, как его учили в юности, в общем-то, представляет себе так, что закон – это нечто более или менее цельное, которое ты либо весь исполняешь, либо весь не исполняешь. Ну и вообще говоря, довольно очевидно, что значит не исполняешь, потому что исполнить его весь практически нереально. Вот. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, и законом никто не оправдывается перед Богом. И здесь Павел говорит, это ясно, потому что праведной верой жив будет. Это цитата из книги пророка Аввакума, где Аввакум спрашивает у Бога, а почему в жизни все так трудно, почему люди, которые привержены злу и пропитаны злом до кончиков ногтей и ничего другого, кроме зла, совершить не могут, тем не менее благоденствуют, почему ты не наказываешь их и так далее, требуя таким образом пророку Бога справедливости. И Бог ему отвечает, это моя задача, это моя проблема, кого, как, за что наказывать. Праведный будет жив верой, будет жив доверием, а не чем-нибудь другим. Вот апостол предлагает нам тоже увидеть это не законом, а доверием, не тем, что он нарушил или не нарушил, праведный будет жив, а только верой в Бога, верой в Сына Божьего. И вот он пишет, Христос выкупил нас из проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. И благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников. Необходимо увидеть некоторую последовательность того, что апостол Павел говорит, что значит Христос искупил нас от клятвы закона. Для апостола Павла это значит, что у нас есть обязанность, свобода и обязанность в вере Христу спрашивать у него, как нужно поступать, как правильно поступать в каждые конкретных обстоятельства, в каждый конкретный момент. Вот что значит свобода и вот что значит искупление от проклятия закона. Потому что мы водимы теперь не слепым и безликим сводом правил, а отношениями со Христом. И вот таким образом, говорит апостол Павел, Авраамова благословение и язычникам тоже дается, потому что в вере во Христа мы тоже становимся участниками его завета и принимаем обещанного Духа Божьего. Продолжая этот разговор, апостол Павел обращается к тому, зачем же вообще был дан закон и предлагает своему читателю вот какую мысль, что речь идет о развитии, историческом развитии человека, о какой-то такой нашей нравственной эволюции или духовной, если хотите, эволюции. И вот в конце третьей главы апостол говорит о том, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Он был дан по причине преступления до времени пришествия Христова. Апостол Павел таким образом видит картину, в которой всегда в любых обстоятельствах единственный настоящий путь к Богу и настоящий путь к жизни в свободе и вере. Но до пришествия Христова, до того, как оно стало возможным, как быть, как обойтись, если нет возможности по-настоящему принять откровение Божье? Вот он говорит, что закон таким образом временная мера, если хотите, воспитательная, для того, чтобы нам научиться соотносить свои поступки, свои решения, свой нравственный выбор с Богом. И если мы научимся это делать, тогда мы можем делать это в свободе и в диалоге с Богом, в вере. Вот для чего требуется закон. Он говорит, если бы закон мог оживотворить, то было бы все прекрасно, но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование было дано по вере в Иисуса Христа. Павел говорит таким образом, что закон, в общем, довольно всеобъемлющая штука, и так или иначе он обозначает греховность любого человека. И в результате дар жизни, то, что Павел называет обетованием, дается по вере во Христа, а не по заслугам закона. И вот это выражение, закон был для нас педагогом, детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Собственно, полезно обратить внимание, что педагог по-гречески это не учитель, учитель-дедоскал. А педагог – это раб, который сопровождает ребенка в школу и следит, чтобы он там не убежал куда-нибудь на каток или на рыбалку, или чтобы с ним ничего такого не произошло опасного. Значит, детоводитель, закон как детоводитель ко Христу – это некоторое средство, которое удерживает людей на путях к Богу до тех пор, пока мы, наконец, с ним не встретимся лицом к лицу, потому что, когда эта встреча со Христом происходит, уже детоводитель особо не нужен. И вот тогда, как пишет здесь Павел в самом конце третьей главы, «Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Таким образом, когда благодаря закону или каким-то другим путем, путем научения в вере, мы приходим к встрече с Богом во Христе Иисусе, вот мы становимся детьми Божьими, как и Иисус, не потому что мы прям действительно такие все из себя дети Божьи, а потому что мы вместе с Ним. Вот что тоже очень важно и то, что фундаментально. Невозможно найти Бога, невозможно стать сынами Божьими без Иисуса Христа. Даже если тебе кажется, что ты там сопишь через уши и видишь свет в конце туннеля, нет, на самом деле, только через веру в Иисуса Христа. Это фундаментальная такая вещь. И вот апостол говорит, что это все перекрывает, уже во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского, все одно во Христе Иисусе. Да, все одно, все мы дети Божьи. Вот те способы самоидентификации, которые вне Иисуса Христа люди используют, идентифицируя себя со своей национальной религией или со своей политической группой, со своей социальной группой, с чем угодно, с культурой. Этого нет. Потому что теперь мы перед Богом ассоциируем себя, идентифицируем себя через Иисуса Христа, через его учеников, тех, кто в него крестился и облегся. И вот апостол заканчивает третью главу словами о том, что таким образом вот вы и есть семя Авраама и его наследники. Иисусе Христа Иисусе Христа